Ну что, всем привет! Сегодня мы с вами отправляемся в магазин Zara и посмотрим, какие тренды предлагает магазин, рассмотрим новую коллекцию с вами. Уже в прошлом видео я вам говорила про то, что сейчас кожа на пике популярности, как и несколько сезонов подряд. Очень много изделий из кожи, из кожи замок. Например, вот такой вот блейзер 4 тысячи рублей, молочный. Я бы, например, рассмотрела бы лучше вариант с накладными карманами, но это для девочек, которые работают в офисе, это довольно элегантно выглядит. Но при этом не обычный материал, то есть это кожа. Я очень советую вам обратить на подобную форму джинс, брюк внимание, особенно если у вас проблемная зона ушки, или вы хотите подчеркнуть талию, вы хотите скрыть объемные бедра, то берете просто... Главное, чтобы это было в своем размере, то есть в нужном, чтобы скрывались именно бедра. И также вот суженные книзу, потому что такие проще комбинировать в плане обуви. Вот этот цвет хаки очень симпатичный. По стоимости 2600. Есть, похоже, еще в светлом цвет, такой голубой, выстиранный. Продолжается обилие сиреневого цвета. Такая вот вельветовая рубашка. Очень красивая, не знаю. Вот подобные рукава, воланы, буфы, что-то в этом роде, это сейчас такие на пике популярности. Эти конкретно мне не сильно нравятся, потому что они... Здесь вот зона сужения рукава, скорее всего, на самом таком плотном месте у вас на руке будет. Это будет выглядеть не очень эстетично. Лучше было бы, если бы вот этого зажима здесь бы не было. Или это просто на очень тоненькие ручки. У меня довольно плотные руки. Я люблю вот такие объемные рукава, но чтобы вот были без защипов, потому что ручки смотрятся женственные, особенно если подкатать рукав и оголить именно самую тонкую часть руки. То ручки выглядят очень аккуратно. Костюм, он черный, но с изюминкой. Даже в офис многие смогут такую надеть, потому что он довольно спокойный. Смотрите, есть вот такие различные трикотажные топы в горошке с увеличенными рукавами. Я тебя забыла. Различные вот такие вот джилеты также входят. Сейчас моду показывала вот этот вот в прошлом блоге 4000. Может быть, в этом соберем что-нибудь с ними, посмотрим. Какие различные грубые ботинки. Вы знаете, сейчас все в тренде на контрастах. В то же время и 2000-е какие-то такие укороченные топы, в обтяжку, там, знаете, то, что мы вносили в школе. Но в то же время и комфорт, удобство, то есть какой-то плоский ход. Будем с вами собирать какие-нибудь интересные сегодня образы. Смотрим шорты. Также, если вы любите короткую длину, рассмотрите вариант шорт. Они также актуальны, причем разной длины, как и короткой, так и удлиненные, так и килоты. Килоты, наверное, меньше степени уже сейчас. Вот подобные варианты. Мне очень нравятся. Такая прям девочка-школьница. Вот, смотрите, какой интересный вариант. Тут даже целый образ уже собран. Такая укороченная рубашка с интересными очень пуговицами. Не все такие же сороки, как я, и оценят подобные пуговки. По стоимости она 3000 рублей. И вот, смотрите, она в сочетании с моими любимыми брючками. И это такой интересный вариант даже в тот же офис. Вот, смотрите, кстати, похожая буза. Не только она не укороченная, она удлиненная, но уже вот с серыми брючками. Мне определенно очень нравится здесь стилист. Это я вам еще в прошлой влоге говорила. Мне нравится, какие образы он комбинирует. Здесь вот, например, присутствует из трендов это накладные карманы. Единственное, что мне вот здесь от пуговицы, конечно, не сильно нравится. Не самый худший вариант для масс-маркета, но они будут выдавать, потому что... Ну что, первый образ как раз таки именно с вот этим костюмом. Я захотела сделать его немножечко таким рэперским, каким-то более спортивным, более casual. То есть какой-то такой более свободный. Поэтому на мне кеды самые простые. В последнее время что-то мне не очень хочется носить. Массивные кроссовки, по моему мнению, они все-таки уже немножечко отошли. И лучше выбирать что-то уже более спокойное и лаконичное. Какие-то вот подобные кеды. В прошлом видео, кстати, я их же вам показывала. Надела я это с кроп-топом. Сейчас я сниму уже кед вам покажу. Но для начала хочу обозначить, что в большей степени нашему какому-то образу настроение продают какие-то аксессуары. Поэтому также вот кеды. Если бы я амбула сюда какие-нибудь туфли на каблуке со стразами, это выглядело немножечко по-другому. То есть, знаете, такой скорее R&B какой-то певица был образ. Но здесь именно такой casual вариант, но чуть более нарядный. То есть, я в принципе в таком вот виде могла бы спокойно пойти на какое-то мероприятие, на дневное, на, не знаю, на выставку с подружкой, на ланч. Так, насчет аксессуаров. Ну, мне вот такое вот колье. Кстати, здесь вот можно менять буковки. Они входили в комплект. Это Lady Collection. Ремень вот такой вот гучи. Ну, кеды. Сюда я бы также наделала какие-нибудь серьги, маленькие пусетики, чтобы были не сильно заметны. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть без шакета. Вот такой топ. Самый простой, немножечко V-образный вырез. Он не укороченный. Ну, такой средней длины, не по косточке, но и не сильно укороченный. В принципе, здесь мог бы быть прям вообще кроп-топ, но это на девочек, у которых есть пресс, красивый животик. Не совсем для меня, поэтому вот такой вариант тоже был бы неплох. Но я не очень люблю галять свои руки. Они у меня, как вы можете видеть, не спортивного характера, но я стремлюсь к этому. Глядя так. Для себя я бы укоротила слегка длину, потому что для меня они длинноваты. Не привыкла к своей технике. И теперь мы сменили настроение образа, поменяв просто аксессуары. То есть это тот же самый костюм, тот же самый ремень. Но на этот раз на мне каблучки, нежная подвеска, тоже, кстати, Lady Collection и вот такой вот ободок. Честно, сейчас не вспомню, откуда. Возможно, тоже Lady Collection или Asos. Просто я и там, и там заказывала, поэтому, в общем, не заказывала, а покупала. Поэтому вы уже можете видеть. А, часы, это Apple Watch. Также сюда можно было бы какой-нибудь тоненький ремешок добавить. Ну, в целом, и так очень даже. Это тот же самый каблук, но вы просто могли взять с собой на работу просто сменную пару. Какие-нибудь пару легких аксессуаров, маленькую сумочку положить, и все. Вечерний образ готов на свидание с молодым человеком в кино, не знаю, в ту же картинную галерею. Можно даже с подружками встретиться где-нибудь в кафе. Ну, такой уже более женственный, более такой образ. Хотя мы всего лишь поменяли аксессуары. Теперь мне захотелось более строгий образ сделать. Такой уже более офисный, но также здесь присутствуют тренды. В первую очередь это жилет. Жилет можно было надеть также и на блузку. В дальнейшем я вам также этот образ покажу. Но также можно надевать и на голое тело. Тем более здесь вырез не настолько откровенный, и это будет смотреться уместно. Опять-таки, если вам комфортно оголять руки. Мне это делать не очень, но тем не менее такое может быть. Также элегантности нам придает прическа. Я заколола ее вот такой вот заколочкой. Серьги. Часто меня спрашиваете про них. Еще раз озвучу. Это Lady Collection. Подобная вот такая вот колечка. Браслет Дэниэл Веллингтон. И просто туфельки. Более трендовым был бы образ, если бы я нашла здесь туфли с квадратным мысом. Но, к сожалению, подходящее нашлось только это. Поэтому в этой Заре нет той обуви, которую я хотела. Но я надеюсь, что в других магазинах я ее найду. И примерю. Потому что мне очень там понравились одни такие полосы сапожки с квадратным мысом коричневым цвете. Видела их на сайте, но, к сожалению, здесь их пока нет. Также я очень хотела споги на массивные подошвы наподобие Прада. Но также здесь их отсутствует. И в онлайн-магазине они уже раскуплены. Ну что? И теперь мы с вами наделим эти же брюки, но с такой интересной блузой с объемными рукавами. Как я и говорила, да, ручки смотрятся более худенькими. Вы видели в топе мои руки, и вы увидите, как я смотрюсь в этом. То есть акцент идет именно на тонкую часть руки. Поэтому берите на заметку, девочки, если у вас тоже такие же руки, которые вам не хочется показывать, то обратите внимание. Также мне захотелось убрать вот эту излишнюю приторность и слегка такую библиотекарь, что... Потому что если бы я убрала, также оставила волосы убранные и оставила те серьги, я бы выглядела прям как библиотекарь. Но мне захотелось распустить волосы, добавить заколок и вот такие интересные серьги. Тоже, кстати, Lady Collection что-то сегодня у меня много их. Но, тем не менее, за счет их такой интересной формы, более современной, такая приторность и девочковость немножечко ушла с этой блузы. Причем здесь еще также и рюши вот такие, которые будут создавать нам излишнюю приторность. Также в этой блузе тренд этот цвет. Такой классический синий, плюс эти рукава. В общем, блузка, конечно, такая очень приятная по качеству. Мне кажется, что здесь большая часть хлопок. Внешняя часть, основная ткань 100% хлопок, воротник, горловина, полиэстер. В принципе, вот здесь вот вы не касаетесь. То есть, то, что здесь полиэстер, это не так страшно, но зато она сама по себе хлопковая. И я заметила, что она не настолько сильно мнущаяся. То есть, естественно, она мнется. То есть, да, но пока она висела здесь, помялась еще что-то. Но у меня есть хлопковые рубашки, которые просто ты не успел надеть, она уже вся мята. Причем из массива дути, я помню, покупала. И в итоге она мне чаще всего висит, потому что я не успею ее отглазить. Она уже мятая. В общем, такой материал. Это, я не знаю, для кого это. Для супераккуратных людей я не такая. Мне лишь бы побыстрее. Я вообще ненавижу гладить, поэтому это не для меня. А вот эту, я думаю, что она не будет настолько сильно мяться. Хотя нет, вот это, видите, если я сжимаю, то она мяться. Но в целом, не настолько сильно критична. Цвет очень красивый. Если вам идет подобный цвет, то обратите на него внимание, потому что это сейчас такой самый главный тренд. Плюс, посмотрите, насколько вы можете ваши офисные образы разнообразить подобными рубашками. То есть она, в принципе, классическая. То есть в плане, она по трескоду подходит. Но здесь такие трендовые рукава. А здесь трендовый цвет. И если сочетать это еще с подобными какими-то брюками, которые, в принципе, также по трескоду подходят, потому что здесь классический принт в горошек. Не совсем стандартные брюки по форме. Это скорее такие, знаете, как бананчики. То есть они расширяются в зоне бедрах. Они сидят на талии и сужаются к низу. То есть если вы по форме фигуры груша, то вам это будет отлично подходить. У меня смешанный тип фигуры. Это груша плюс прямоугольник. Скорее в сторону груши. То есть у меня объемные довольно бедра. Особенно если я набираю вес. У меня самые, а больше всего набирают именно бедра. Вот так вот это выглядит. Ну и как я говорила, что подобные жилеты можно надевать с рубашкой. Но тут такое сочетание цветов, что такое ощущение, что я, не знаю, кондуктор. Не совсем удачно. Но, тем не менее, этот жилет также возможно сочетать с босками. Это точно мне не очень нравится. Ну что, немного спорный. Такой образ здесь у нас с вами. Это трендовая такая рубашка-куртка с накладными карманами. Очень красивая, молочная, светло-бежевого цвета. Мне нравится, что здесь пуговицы. Так же оформлены с кожи. Вот. И эта фурнитура никак не парит. Я решила это сочетать с теми же самыми брюками. И такими грубыми ботинками, крупными. Которые образ, знаете, немножко делает таким... Это модно. Но для меня это такое, знаете, на грани. То есть, в принципе, мне нравится, как это выглядит. Но для меня это слегка, знаете, такое... Напоминает образ клоуна. И в большей степени, скорее, из-за именно обуви. Потому что она такая очень мастивная. Несмотря на то, что это 36 размер, они выглядят, ну, прям огромными. И... Ну, такое. Очень сильно на любителя. Рубашка просто шикарная, честно. Девочки, я в нее влюбилась. Это кожзам. Очень красивый цвет. Просто светло-бежевые. Эти накладные карманы. Я что-то подобное искала. У меня, похоже, курточка едет с ASOS. Буквально завтра должна прийти посылка. Потом вам покажу. И потом уже буду думать. Либо я оставлю с ASOS, но там немножко другой оттенок. Либо я уже возьму вот это. И снова образ. Для очень худеньких девочек. Не для меня. Топы. Опять-таки повторяюсь, что подобные топы очень актуальны. Как укороченные. Видите, мне на самом деле джинсы маловаты. Их нужно было бы на размер побольше. Хотя вот это мой размер. Это 36. И я думаю, что они слегка все-таки маломерятся. С учетом того, что я чуть схуднула, то обычно я беру 36. В общем-то. Давайте смотреть по поводу вот такого интересного жакета. Очень необычно смотрится. Мне нравится его цвет. Здесь объемные такие рукава. Это размер XS на мне. И он такой все равно именно свободный. Здесь на таких заклепочках. И я надела вот с такими крупными ботинками. Здесь они смотрятся интересно. То есть такой, знаете, своеобразный баланс. Но если бы у меня здесь был пресс, это выглядело бы гораздо лучше. И в моем случае, вот никто не верит, да, насчет бедер. Эти джинсы по-хорошему не должны были настолько сильно обтягивать. И здесь было бы более свободно. Видите, мои объемные бедра. Так что больше мы не спорим. Это очень многие девочки пытались мне доказать, что я чистый прямоугольник и тому подобное. Вот. Что касаемо джинсов, в моем случае было бы лучше для фигуры надеть более свободные. Здесь тогда я не выглядела бы такой объемной. То есть это меня не красит. То есть я выгляжу очень грузно. И пухленько. Я не спорю, что я как бы не самая худенькая девочка на свете. Но тем не менее, у меня не настолько большой размер. Также, как повторюсь, то, что девочке с прессом здесь было бы лучше. Это красивый такой голенький животик. Но если вы не комплексуете по поводу вот подобных вещей, то, как бы, why not? Я ничего в этом такого не вижу. Считаю, что если... Главное, чтобы вам было в этом комфортно. Если вы все-таки хотите, чтобы эти скини выглядели более-менее актуально и не так портили вашу фигуру, ну, вы видели, как это смотрелось до, можно надеть вот с подобными объемными рубашками, которые также сейчас актуальны. Я оголила именно ту часть руки, которая у меня максимально худая. Если бы здесь были бы более тонкие бретельки, как вариант, это бы даже смотрелось бы еще лучше. Мы показываем именно те части, которые у нас более хрупкие, если мы хотим корректировать, конечно же, нашу фигуру. В данном случае я бы даже надела, наверное, другой какой-нибудь ремень, пошире, более акцентировать, поярче талию, потому что, ну, в данном случае у меня великоват ремень, и, конечно, он не настолько сильно подчеркивает талию. Это оказалось еще уже. Также я оголила щиколотки, надела кеды, чтобы это было такое, знаете, более спортивное, такой более стиль, чтобы это было более такое спотное, расслабленное, то, что сейчас как раз-таки в тренде. А также из аксессуаров мне очень нравится вот подобное сочетание, когда очень много каких-то цепочек, кстати, это также Леди Коллекшн, и я вот к этим сережкам оттуда же уже приросла. Они, ну, прям, я не знаю, как-то они мне очень понравились, наверное, максимально ко всему подходят, в моем конкретно даже гардеробе и под мой стиль. Мне также нравится цветовая гамма. Я очень люблю сочетание джинсы с какими-то вот такими песочными оттенками, молочными. Вот эта рубашка, при желании, конечно, ее можно надеть вот так вот просто. Ну, видите, уже немножечко другой вид, уже немножечко другое ощущение, уже нет такого более воздушного, более такого, знаете, игривого. Хотя она тут всего лишь просто вот с плеча спустила, но вот так вот, когда с плеча спущена, это выглядит, то есть я выгляжу более стройной, потому что я показываю плечико. Вот. Поэтому берите на заметку, видите, я прикрыла свои бедра, и рубашка заканчивается именно на... там, где надо, то есть она прикрывает именно те места, которые надо, и дальше у меня уже более узкие ножки, ножки, и я уже выгляжу более стройной. Так что вот такой образ у нас. И эти джинсы уже сидят чуть лучше, но все равно не совсем моя модель, потому что меня опять-таки вот на этих местах облегают. Мне нужно все-таки чуть-чуть другую модель, хотя это тоже уже неплохо. Как это будет выглядеть вот так вот в полный рост. И, знаете, такая вот милитари немножечко куртка. Также сюда можно было бы надеть ремень, но мне почему-то не захотелось. Захотелось оставить вообще без ремня. Опять-таки с этим бежевым топом. Также нравится мне его цвет, но по составу он не самый лучший. Это эластан и полистер, то есть он такой довольно синтетический, но приятный к телу. По стоимости там, по-моему, 800 рублей. То есть, в принципе, для таких топов приемлемо. Мне нравится очень это сочетание. Надеюсь, что к лету я смогу щеголять с голеньким пузиком, и это будет выглядеть куда-то фактически, чем сейчас.